С этого года во всех субъектах Российской Федерации вводится учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», состоящий из шести модулей. Основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Ученики четвертых, пятых классов должны будут изучать на выбор один из модулей. Разумеется, было много дискуссий о целесообразности и необходимости введения этого предмета. После 70 лет господства атеистической идеологии. И вполне неудивительно, что разгорелись нешуточные страсти между сторонниками и противниками нового курса. Даже сейчас споры не утихают. Как бы то ни было, учебная программа и пособия, хоть и в ускоренном темпе, но подготовленные и школьники вскоре начнут знакомство с новым предметом. Перед тем, как взяться за столь обсуждаемую тему, мы решили спросить мнение горожан лично. Вы знаете, я так далеко от религии, ребят, я даже ничего вам не могу сказать. Ну вообще, если молодые мамаши считают, что это нужно, то это надо, нужно. Весь она вера, а может и нужно. Вчера по телевидению увидели, что показывали, когда избивает молодежь, вот что делает. А может, Бога бы боялись, наверное, может это не делать. Для воспитания, я думаю, что да, нужно. Я считаю, что этот вопрос нужно обдумать хорошо. В этом вопросе нельзя пороть горячего, потому что он затрагивает интересы очень многих людей. Ну, безусловно, знания нужны. Одна половина опрошенных была за новое введение. Мотивируя это тем, что в целом новая дисциплина расширяет кругозор школьника, делает его более терпимой к людям другого вероисповедания. Но были и такие, кто категорически против. У меня своя точка зрения. Я категорический противник всего нововведения. Категорический противник. Я считаю, что это бред. Религия – это сугубо личное дело. Это настолько тонкая материя, что навязывать ее кому-то совершенно нельзя. Тем более детям. Человек должен повзрослеть, вырасти и прийти самостоятельно. Мне нужны, мне не нужны. Это во-первых. А во-вторых, в нашей многоконфессиональной культуре настолько нужно аккуратно обращаться с этими вещами, что я бы вообще эту тему в школе просто-напросто не трогал. К примеру, в 26-й гимназии к этому вопросу подошли очень основательно. Здесь подготовлена специальная экспозиция, которая продумана до мелочей. Здесь каждая репродукция имеет свое значение. А главное, что отмечает директор гимназии, она пронизана добром и направлена на созидание. Если мы посмотрим на эту экспозицию, то каждая фотография – это как окно в расширенный мир. То есть тот мир, который дает учебные программы современной школы и выполняя их, решая государственную задачу, мы расширяем. То есть сама концепция развития 26-й гимназии, в ней четко просматривается установка. Мы должны смотивировать ученика на познание окружающего мира, чтобы в этом мире он себя чувствовал максимально комфортным, чтобы этот мир, те задачи, которые удары он преподносит, ученик был к ним подготовлен и спокойно, комфортно их решал. По словам Ильи Герштейна, этот курс призван обучать детей не тому, как правильно читать молитвы и отдавать земные поклоны, а рассматривать деятельность религиозных конфессий с точки зрения культурологии. Люди даже не слышат это слово «культура», а слышат слово «православие». И для них это является как красной тряпкой или каким-то красным сигнальчиком, таким тревожно-замигавшим в их подсознании, что что-то такое сейчас будет происходить, что сейчас всех погонят палкой в церковь, будут заставлять там земные поклоны бить, шишки себе на лбу набивать, будут заставлять какие-то молитвы читать и все такое. Но почему мы не слышим слово «культура»? Вот меня вот это удивляет больше всего, почему мы после слова «православие» как бы какой-то блок в нашем сознании возникает. Давайте услышим это слово «православная культура», мы об этом говорим. И преподавать нашим детям в школах собираемся именно культуру, а не религию. На самом же деле разница между культурой и религией не такая уж большая, так как истинная культура, она также облагораживает человека, делает из него истинного интеллигента, способного оставаться самим собой в духовно-нравственном смысле. Глупо отрицать, что религия оказала огромное воздействие на ход мировой истории. Очень часто история вообще неотделима от религии. А взять нашу литературу, можно привести множество примеров художественных произведений, в которых совершенно меняется смысл, если из них вырезать религиозный контекст. Понятно, что на российскую культуру максимальное влияние оказало именно православие. Без хотя бы приблизительного знакомства с Новым Заветом лучше вообще не браться за добрую половину книг школьной программы. В общем, складывая все доводы воедино, можно сказать, что изучение мировых религий – это очень даже неплохо для современного человека и даже для воинствующего атеиста. Главное, насколько качественно и беспристрастно все это будет преподаваться. Валентина Доморадская, Юрий Карпов, программа 24 МИАС.